Постоянные магниты. Стальные шарики. Стальная ось. Бронза. Теперь вносим дополнительным магнитом. Запускаем. Система вращается в магнитном поле. Вопреки классической физике. Всё работает. Мало того, эту систему можно легко сделать самозапитку. У меня уже есть варианты. Хочу, чтобы вы предложили свои варианты. Как видите, вращается очень быстро маленький шарик. Все цельные стоят. Он генерирует энергию. Там есть электрический ток. Здесь можно сделать электрическую цель. Подключить. Вот видно, идёт возмущение. Идёт перемагничивание. И система будет раскачиваться. А потом снова притормаживать. Потом снова набирает обороты и стабилизируется. Магнитное поле имеет прозрачную структуру. Так же, как плазма. Кристаллическую структуру. И если мы размещаем активные элементы какие-то, то есть там, где есть симметрия этой кристаллической решётки, где это возможно, вращение, там оно возможно. Всё вращается. Видно, как диск испытывает влияние магнитного поля, а оно его раскачивает. Я специально выставил его в открытом пространстве, чтобы не было никаких наводок и так далее. Я считаю, что это и есть элемент магнитного двигателя. Очень важный. Конструкция их может быть разной. Делать набор дорогих магнитов на роторе, это тоже не вариант. Когда этот двигатель будет стоить дороже того топлива, которое мы потратим при использованием при использовании обычных двигателей. Я думаю, это не вариант. Обращение у такого двигателя, который будет, ротор, где будет весить десятки килограмм, это уже другое дело. И это не сложно будет. Недорого. Жду ваших предложений по конструкции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...